Анна Рябко – мама четырех малышей, самой младшей, Полине полтора года. Места в садике для нее не нашлось даже с учетом статуса многодетной семьи. Конечно, большая ячейка общества – это огромное счастье и почет. Но и расходы в такой семье ему соизмеримы. Если старательно экономить, на питание, коммунальные платежи, транспорт все равно уходит не меньше 50 тысяч рублей в месяц. Покупать там где что дешевле, я стараюсь покупать. Если вижу какую-нибудь акцию, даже у меня муж смеется на туалетную бумагу, вижу, что она копеечная. Я вот ее все обвешиваюсь и из магазина выхожу с этой туалетной бумагой. Потому что я знаю, что у нас расход всего большой, и не только ее. Анна в декретном отпуске, ее муж безработный. Для получения льгот и субсидий, согласно новому закону, даже многодетная семья должна подтвердить свой финансовый статус. Очень интересно. Нам сейчас отказали в субсидии, получается. Потому как муж не работает, он не в трудоустройстве, соответственно, справку ему принести неоткуда. Речь идет о пособии на ребенка, не посещающего детский сад. Сейчас в Архангельске существует реальная проблема с местами в дошкольных учреждениях для малышей в возрасте от полутора до трех лет. Демографический рост опережает темпы развития социальной инфраструктуры. В планах этого года строительства сада в поселке Туртеево не так долго ждать придется до садика в Майской горке. То есть действия предпринимаются, но, к сожалению, не такие масштабные и недостаточно. Еще одна многодетная мама Александра Дедицына оказалась в похожей ситуации. Ее сыну год и шесть месяцев. Места в яслях на Сульфате для него также не нашли. А чтобы получить компенсацию, нужно предоставить новые данные. 16 числа я позвонила сама в соцзащиту спросить, в связи с чем у нас задержка выплат по пособиям вот этих вот 2000 и пособиям по многодетным семьям. На что мне было сказано, что у вас все приостановлено в связи с тем, что нет справки о горячем питании и то, что дети прописаны по разному месту жительства. Для того, чтобы вернуть пособие, Александре придется предоставить нужные справки и ждать решения комиссии. Выплата с 1 января на это пособие была приостановлена. Возобновлена она будет при поступлении документов о доходах граждан, получающих данные пособия. То есть для того, чтобы выплата была вам возобновлена, вам необходимо предоставить сведения о доходах за октябрь-декабрь 2016 года. Новый областной закон о мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей, ввел в реалии новое понятие критерий нуждаемости. Он составляет полтора прожиточных минимума, то есть 19 320 рублей. Социальная математика такова. Если мы, к примеру, возьмем многодетную семью из пяти человек и умножим ее на 19 320, то получим 96 600. На меры социальной поддержки можно претендовать, только если совокупный доход семьи равен или меньше этой суммы.